Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана Атам. Сегодня суббота. Чем я занималась? Занималась своими делами. Очень много работы. Мне кажется, если мне дадут более 24 часов в сутки, я не успею. На море не пошла, не охота, ничего. Из дома не выхожу, от компьютера, от звонков, от дел. Идет работа, кипит. Многие из вас интересуются недвижимостью. Звонят по этому поводу. Ашка смотрит, с кем я разговариваю. Вы знаете, что я ему говорю, выведи меня, пожалуйста. А он пошел с другом гулять. А я говорю, а меня когда вы гуляете, он говорит, приду и выгуляю. Но он так устал, еще его накормила хорошо. И он сидит, говорит, подожди, чуть-чуть отдохну. И потом, я говорю, не надо мне далеко выводить, выведи меня поближе. Куда-нибудь просто круг сделаем, и все, чтобы выйти. Мозги чуть-чуть отдохнули от интернета, от всего, от дома. Он говорит, хорошо, пойдем. А у нас до вторника, помните, я снимала видео вчера на набережной. Какая-то ярмарка такая, да. Вечером там танцы народные. И что особенного. Но ярмарка, что-то кто-то продает, кто-то танцует, кто-то кушает. Там же еще ресторан сделали. И он говорит, знаете, что сказал, включил стабилизатор сам, чтобы я снимала видео. Он говорит, вечером не так хорошо будет, завтра днем пойдем. Я говорю, ладно, туда не хочу далеко идти, просто выйдем, хотя бы возле дома сделаем круг, и то хорошо. Что-то такая уставшая, уставшая, не знаю от чего. Ну, много чего дома делала. Когда дома делаешь дела, устаешь, конечно. Пока ваши комментарии не смотрела, поэтому не могу ответить. Как почитаю, сразу отвечу. Рисовала сегодня нейрографику. Вчера рисовала пять рисунков. Такое удовольствие получила. Ну, знаете что, друзья, развиваюсь, снимаю блоки. Эта нейрографика снимает блоки на что-то. Раньше, помните, мы ходили, есть такие, да, бабки-бабки, они снимали там или глаз, или еще что-то. А сейчас мы сами все это можем сделать. Даже, знаете что, не обязательно обращаться к психологам. Мы сами можем снять любой блок и проработать. Вот это делает нейрографика. Поэтому, кто не знаком с нейрографикой, пожалуйста, познакомьтесь. Вы просто не пожалеете. Вы каждую проблему, каждый блок сможете снять сами. А если вы хотите конкретно преподавателя, ну, у кого я занимаюсь, обучаюсь, то напишите мне. Я вам обязательно с удовольствием посоветую. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила. Так, мои дорогие, мой муж как заснул и не просыпается. Я решила перейти, посмотреть ваши комментарии. Не знаю, проснется, может он попозже, и пойдем мы погулять. Перечитываю ваши комментарии. И написала, конечно, ответила, но хотела бы более раскрыто. Обсудить эту тему и этот вопрос. Одна подписчица мне пишет. Светлана, а почему одна гуляете? В Турции, как и в Азербайджане, замужняя женщина одна в парке не гуляет. Поэтому к вам пристают с вопросом мужчины. Что я могу сказать на этот вопрос? Вы знаете сами, что в Грузии тоже не гуляет одна женщина. И там намного сложнее погулять одной. Обязательно кто-то прицепится. Ну смотрите, я всегда выхожу, во-первых, с утра. Это первый раз я вышла на прогулку в такое время. И с утра, когда иду, никто не на кого обращает внимание. Вообще район Мезитли, он всегда пустынный, безлюдный. Люди в основном выходят на берег, на набережную после четырех, после пяти. Там много людей. Кто-то занимается спортом, кто-то просто гуляет с детьми. Кто-то просто так гуляет, пьют кофе, на пикник. Но все это движение начинается после четырех часов. Поэтому я знаю не первый раз, что там никого не будет. Моя цель выйти была порисовать. Порисовать захотелось на воздухе. И это первый раз ко мне подошли за четыре года проживания в Мерсине. Представляете? Я не знаю почему, но первый раз кто-то со мной заговорил. Потому что, может, кто-то что-то говорит. Я всегда в наушниках слушаю музыку, не обращаю внимания. Но мне это не надо. Вы понимаете, когда мужчина со мной заговаривает, я не даю никогда никому поводу. Я могу с парой поговорить, мужем, женой. Но когда мужчины, я вообще на них не обращаю внимания. Я полностью их игнорирую. И даже меня раздражает, когда они мне что-то спрашивают. Просто это был пожилой мужчина, дедулька. Думаю, что он спросит. Но, естественно, он попросил тогда. Попросил у меня в конце сигаретку, хотел покурить. И здесь можно запросто гулять одной. Вот именно в районе Мезетли, Веран-Шехир, Сахил, можно гулять одна. Ну, редко кто-то прицепится. Я слышала там, читала в группах, как у девочек бывают проблемы. То один за ней побежит, тот другой там преследовал. У меня такого не было, спасибо Богу. Но то, что нельзя замужней гулять, тут все гуляют. Тут все женщины гуляют. Они даже могут сесть, просто выпить в кафе, посидеть. Почему мне нравится Турция и Мерсин? Потому что тут совсем другой менталитет и другое развитие. У нас, если женщина одна в Грузии гуляет, значит, она кого-то ищет. Вот такое вот. А тут я шла с стабилизатором, снимала вам видео, разговаривала. Тут явно видно, что я никого не искала. Я делала свое дело. Я сказала, я блогер на Ютубе. Снимаю видео. По-моему, ответила на ваш вопрос. Даже мне здесь спокойно во всех отношениях здесь жить, чем было в Грузии. В Грузии сложно. Там очень любвеобильные грузины, очень мужчины. Да, еще, знаете же, насчет попрошайки мне тут написали, что можно было дать денежку. Что я могу ответить на этот вопрос? Я всегда наблюдаю за реакцией турков и местных. Кто бы они ни были, местных людей, как они относятся к ним? Никто таким людям не дает деньги. Никто. Потому что это молодой парень. Взял какую-то свою сестру или соседку, или ребенка. Идет попрошайник. Я сколько смотрю. Они подходят к каждому. Их все игнорируют. Вы понимаете? Их все игнорируют. Ну а если часто встречается, по улице идет женщина, закрытая, с детем, с маленьким. Продает салфетки. Тут какой есть еще попрошайки, которые настырно просят, без ничего. А есть попрошайки, которые предлагают салфетки за лиру. Конечно, она стоит 30, наверное, так выходит, или сколько. Но мы ее всегда покупаем упаковками. Там 10 штук. Но так она стоит дешевле. И они просят лиру. Часто инвалиды вот сидят, допустим, эти салфетки предлагают. Вот я очень часто вижу таких попрошаек. И, конечно, в этом случае я даю деньги, и мой муж, мы никогда не берем салфетки. Всегда оставляем салфетки. Вот таким людям не жалко. И здесь у нас, когда мы идем на базар, у нас есть женщина, инвалид, на коляске. Мелочь какая есть, всегда ей бросаю. Ну а таким я не дам. Вот настырным. Я еще там, когда сидела, рисовала, ко мне подошел тоже такой же молодой парень. И он после меня обошел всех. Никто ему не дал. Буду читать еще сообщения, комментарии. И, если что, отвечу вам всем. Еще один очень интересный вопрос. Почему плов белый? Морковки нет. Это не плов, Светлана. Плов это мясо, лук, морковки много. А это просто рис. Да, да, мои дорогие. Вот такой плов я приготовила впервые моему мужу. И пришлось мне самой его кушать. Вместе с курицей, с морковкой, с луком. И потом мой муж не притронулся. Он не понимал, что это такое. Это мясо я потом очень большую курицу использовала. Пришлось ее выковырять из плова. Помыть под горячей водой и пережарить ее с маслом. У них плов это отварной рис. И то я раньше всегда использовала вермишель, куда пережаривала. А в этот раз мне захотелось просто сделать белым. А с морковкой они не едят. Это точно. Они покушают. Так, и еще смотрю, что у меня тут гостя появилась. Но она поймет, о ком я говорю. Которая написала. Дедушки только кидается на таких бизнес-леди. У нее же бизнес. А при чем здесь бизнес? Какое это имеет отношение к моему видео? Скажите, пожалуйста. И она меня обвиняет в том, что я пользуюсь фильтром. Никакими фильтрами я не пользуюсь. Вот какая есть, вот такая и есть, моя дорогая. Если вы только впервые залетели на мой канал, смотрите внимательно. Ведите себя достойно. Если вам не нравится, мои видео и раздражают. Пожалуйста, выход рядом. Я никого не задерживаю. И не заставляю силой присутствовать и смотреть мои видео. И тем более делать выводы, какая я бизнес-леди или какая. Это уже не ваше дело. Смотрите, пожалуйста, за собой, за своей жизнью. Я, например, не пойду к вам и не буду обсуждать вас. Потому что я счастливая женщина. И уверенная в себе. И, пожалуйста, займитесь своей жизнью, своим счастьем. Этого вам, видно, точно не хватает. Попила чайку и решила посмотреть на наш красивый парк. Ой, какая красивая панорама отсюда. Смотрю в парке детки. Сейчас их не видно. Там маленькая девочка сальто делает. Как моя Мария. А, вот она, вон она, возле этого, видите? Вот она. Такие новости. Завтра Мария, Ирма, Деми выезжают в Батуми. Мама и дочь в ожидании. В понедельник будут они на месте. Девочка в летнем костюме. Настолько у нас тепло. Ой, парк, смотрю на тебя и вспоминаю. Вспоминаю моих внуков. Пустая горка, дерево там без меня. Будет, что вспомнить в течение этого года, да? А вон еще там люди пошли. Многолюдные еще. А вон там сидят за столиками. Люди допоздна здесь гуляют в парке. Отсюда виден кукуреч. Вот он, кукуречка. Вот видите? Все рядом с нами. Если скучно будет, просто выйди на балкон, погляни в окошко. И скукота сразу исчезнет. Вон в мостик. 5 минут и я на море. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.